Телеканал КРТ представляет А сколько действительно у вас после СИЗО После того, как вас при Порошенко Восфавриковали головное дело Кинули в СИЗО Сколько друзей осталось вам верны Сколько включились в вашу защиту А сколько все-таки решили Просто как-то отмежеваться Отгородиться и сделать вид, что вас не существует Мне это близко, поэтому Мне этот вопрос интересует Я всем благодарен за их участие А те, кто отвернулись, отреклись Пухин судья Ну а такие есть? Основное большинство стали Игнорировать судебный процесс И старались не ассоциировать Своё имя с моими делами С заслугами И с моим участием в их судьбе Я многих спасал, многим уголовные дела Закрывал и старался идти на риск Чтобы помочь людям Трудную минуту Но видно, я не заслужил Наверное, я такой человек, которого можно Не замечать во времена моих испытаний А вот получается, если вот даже вот смотреть интернет То есть вы там помогали многим-многим Там всяким звёздам Там спортсменам и так далее Вот То есть получается, вы им помогали Они, когда с вас случилась Нехорошая ситуация Решили, что ваше имя слишком токсично Для того, чтобы включаться В вашу защиту И выражать публично свою поддержку Да, я думаю, руководствовали страхом Я сказал, что я токсичный, нерукопожатый Во время первого освобождения Вот И я это прекрасно понимал И сказал Ничего, прорвусь Даже один поле воин Если у тебя есть Определённые ценности и убеждения Нужно идти на риск Ради своих целей Ради своих мечтаний Ну вот При Порошенко Когда из двушники Фабриковали уголовные дела Там обычно Очень много было Таких вот перлов Которые очень сложно Было вообще совместить С реальностью Ну то есть Вот мне, например Инкриминировали Что я там За три дня Телеканал построил Это в принципе Физически невозможно сделать И там Даже людей на работу За это время не наймёшь Но Кому же там объяснять Если уже как бы Давно приговор написан В вашем случае Вот расскажите Более детально Что же вам инкриминировали Ну кроме того Что вы агент Путина Как-то более развернута Ну то что Пять лет назад На марше мира Меня завербовали В 2014 году 21 сентября Я был в Москве По приглашению Бориса Ефимовича Немцова Я возглавил марш мира Меня снимали Все телеканалы мира На Красной площади Возле памятника Жукова Меня арестовали Знаменитый Тверской суд Меня осудил На несколько суток Первую акцию протеста Возле российского посольства Мирном Путём Мы как раз И наша организация Организовали Поддержку меня Я просидел Буквально Пять суток В общей камере Российской Какой-то тюрьмы Меня отпустили И спустя пяти лет Служба безопасности Украины Посчитала Что я все-таки Был завербован На марше мира И что я готовлю Создание политической партии Как бы Создание политической партии Украины Это Запрещенный Уголовный кодекс В момент То есть Те там 300 с чем-то партий Они регистрировались И всем Сходило с рук Мне Регистрировать свою партию Нельзя Хотя я ее и не хотел создавать Мы инициировали Волонтерское движение И мы создали Впервые Большую общественную платформу Куда входят 300 организаций Мы сильнее Любой партии Но тем не менее Они посчитали Что я создам Какую-то Серьезную Партийную структуру Которая будет Влиять на какой-то Процесс В Украине Ну и такие Разные бредовые бумажки И начинаются Всякие разные Предложения От Поменять свою позицию Подписать В году И Ну там Всякие были Нехорошие предложения Не хочется даже их озвучивать Нужно было это пройти Пережить Вытерпеть И показать Что есть люди Которые Будут Ограничены в свободе Но не ограничены В своих действиях И в своих мыслях А вот какие доказательства Были Предоставлены СБУ В качестве Вот того Что вас завербовали В уголовном деле Например Как они писали То есть Сорока на хвосте Принесла информацию О том Что завербовала Без доказательств Или Ну вот как это Ну абсолютно Без доказательств То есть кто-то решил И поэтому Причем они искали Там взяли Они там арестовали Телефоны Компьютер Гришовские диски Они вот просто По записной книжке Там набирают стоматолога Хотите дать показания Против Нагорного Там режиссера Там Соцарно-цирковой академии Ну и так далее С кем я пересекался Обзванивали Разных Людей Которые В приятельских отношениях Или просто Были знакомы По делу Ну по каким-то моим По роду моей деятельности Хотели Чтобы кто-то Типа Вдруг получится Да Ну не получилось Таких резких Движений Каких-то не было И слава богу Не подкинули наркотики Оружие Могло бы же Быть совершенно По другому сценарию Это Украина Это да Это может быть С выборочного Процесса Они меня С избирательного процесса Они меня ликвидировали Не дали возможности Пойти на выборы И продолжать Свою общественную деятельность Я понимаю Что для них Я наверное был Как одна из угроз Я так понимаю Что вот Тогда очень такой Был жесткий контроль У Порошенко Над силовой структурой Это было его Напрямую Условно Ведомство Которое защищало Я так понимаю Его больше Такую политическую партию С моей точки зрения Это конечно ОПГ Но знаете Когда у нас Так понимаю Сменится генпрокурор Тогда можно будет Говорить о каком-то Производстве И по факту А вот Как вы считаете Чем вы Пошли наперекор Интересам Тогда правящей элиты То есть чем вы были опасны То есть почему То есть Не бывает же просто так вот взяли И открыли уголовное дело Вот я например критиковал журналистов Которые разжигали Междунациональную рознь Мы их методично Ловили за язык Брали международные Журналистские стандарты Показывали Смотри Вот твоя работа А вот журналистские стандарты Ничего общего Давайте разбираться И так далее И мы преследовали Условно В рамках закона И журналистов Пятого канала И один плюс один И там Громадский И прочие вот эти Вот те Которые разжигали войну Причем осознанно И специально Это делали За что вас посудили? Я критиковал президента И действующую власть То есть Я позволял себе Высказывать мнение Как наш руководитель страны На тот момент Пятый президент Петр Алексеевич Порошенко Относится к инвалидам войны Внутренне перемещенным лицам Я показывал Те очаги напряженности Которые есть И те вопросы Которые нужно срочно было решать Но власть их не замечала И игнорировала Потом Меня начали приглашать в Европу Я был в фонде Конрада Аденаура В фонде Фридриха Эберта В Германии Потом начали приглашать Конгресс США Я выступал в Конгрессе США Я был на украинском форуме В 2015 году Потом привозил Американского дипломата В Донецк И естественно Разные общественные Международные организации Начали со мной сотрудничать То есть Мы кормили детей Внутренне перемещенных лиц С красным крестом Со структурами Организации объединенных наций Мы показывали Что есть люди Которые никому не интересны В Украине Не инвалиды Первой группы Которых в Луганской Донецкой области Было 50 тысяч И страна от них отреклась Ни дети-сироты Которых не эвакуировали Ни старики Ни многодетные семьи Мы показывали Видеофиксацию делали Чтобы обратила власть Но К сожалению Петр Алексеевич Не считал нужным Помогать жителям Донбасса Которые были В очень сложных Материальных Сложных обстоятельствах Вот За эту критику У меня не раз Нас наказывали Приходили разные люди Говорили Что не нужно этого делать Лучше сотрудничать Я даже приходил Как-то Каноненко Игорь Витальевич Причем он меня услышал И хотел помочь Мы предложили Как накормить детей Которые уже питались По сути Один раз В день И как сделать так Чтобы Договориться с представителями Разных волонтерских организаций Которые Занимали Позицию Власти Чтобы Не только Подмогать Военным Но и детям Старикам Сиротам И инвалидам Ну Как бы договорились Но От теории К практике Не пришли Вот И после этого Уже Начинались Какие-то уже Действия Мы понимаем Что в разработке Я знал Что нужно готовиться К применению Силы со стороны Власти Понятно Что не все Сотрудники СБУ При Порошенко Были Нехорошие Или какие-то Не хочу Говорить на них Слова Но И тем не менее Многие из них Работали под властью И превратили СБУ Как в репрессивный Карательный орган И это всем было понятно То есть в интернете Звучала цифра Что при Порошенко Было около 5000 Политзаключенных По всей Украине Это чудовищно Неправильно Несправедливо Когда человек Который создал Более 600 проектов Который 30 лет Служил украинене Ни разу не участвовал В акциях протеста И ни разу не состоял Никакой партии И никогда не был Ни под каким Крупным бизнесменом Хотя сотрудничал со многими То есть в наши Проекты вливали Самые большие компании мира То есть от Американских Европейских Российских Украинских Но мы служили людям Мы помогали Детям С разными заболеваниями У нас с адресной помощи От колоний Для несовершеннолетних Детских оздоровительных лагерей Детских садиков Детских домов Для сирот Это тысячи То есть с адресной помощи Более 100 тысяч Ну как вы можете Обвинять человека В каких-то бредовых Совершенных делах Которые он не совершал Но тем не менее Они посчитали Что я готовлюсь К какому-то избирательному процессу И я там Имею какую-то Интересную биографию И возможно Составлю конкуренцию Самому Петру Алексеевичу Порошенко Ну а если вот так Разобраться На низовом уровне Это получается Конкретно Вот если вот брать Пенсионеров Которые живут там Близко к линии разграничения Это главы военных Военно-цивильных администраций Получается Они там наделены Особыми полномочиями И они там такие Мини-цари-боги Которые все решают Ездят с охраной Они решают Кому там давать Гуманитарную помощь Кому не давать помощь Я это просто Своими глазами видел Когда даже выборы В 19-м году проходили И я видел Как люди Несмотря на гигантский Административный ресурс Который был в руках Вот этих глав ВЦА Военно-цивильных администраций Они баллотировались На выборы В Верховную Раду И люди Несмотря на все это Не захотели вообще Голосовать за них И они пролетели там С треском Потому что люди Многие годы Видели Что это за персонажи Как они реально там Поступают Как они Обеспечивают Условно там Порядок И законность И Это Ничего было общего С тем Что написано В Конституции Я когда тут уехал Например там Три раза Меня остановили На блокпосту Там Проверяли документы Чуть ли не на лес крови Убрали Для того Чтобы как-то там Пропустить И даже проехать И это я Журналист С удостоверениями Личность известная Можно было сразу проверить И так далее И А я представляю Что делают С местными жителями Все вот эти Военные Главы военно-цивильных Администрациях И у меня гигантское Количество информации Что Ну нарушается закон Это мягко сказано Я так понимаю Когда вы Начали Освещать Ситуацию Там У вас был В первую очередь Конфликт С вот этими Главами ВЦА Которые Теоретически Должны были Все это Всем этим заниматься И организовывать Или я не прав Я хочу сказать Что есть военные У которых есть Честь и достоинство Которые нам Помогали проехать Не просто на передок А на нольку То есть Если брать Пески Которая находилась На линии разграничения И практически каждый день По артобстрелам Где 96% Домов разрушены И там жила бабушка Софья Антонова Толмачева С инвалидом первой группы Бабушке 80 лет Ее сыну 53 года И на меня произвело впечатление Что никто не может привезти И она мечтала Покушать яичницу И два года Не видела яиц Но мы повезли К новому году И дрова И уголь И теплую одежду И продукты Включая яйца Ну и многие военные Нам помогали Нас чуть бы там Не пристрелили Как бы нам Но тем не менее Мы доставили Гуманитарный груз К этой старушке И потом мы поняли Что с военными Можно договариваться Да Иногда бывают трения Иногда могут там Показывать свою силу Там значимость Многие же разные люди То есть во времена Вооруженных конфликтов Проявляются Самые наверное Низменные Человеческие качества Но тем не менее С ними можно договариваться Я никогда не брал оружие в руки На охоту даже никогда не ходил И никогда не выстрелил В живое существо Но есть люди Для которых война Это и контрабанда И возможность заработать себя И возможность повысить Повысить свою значимость В обществе Среди своих друзей Соратников Побратимов Я их понимаю прекрасно Но когда они Смотрят на твою работу Когда ты спасаешь человека Или эвакуироваешь детей Или там Многодетные семьи Кормишь Они многие Относятся к тебе С пониманием То есть я превратился В достаточно серьезную фигуру Я мог набрать губернатора И встретиться Добиться встречи В частности я встречался Повро раз в Жибривске На тот момент Когда мы ездили И мне позволительно было Попадать Вообще В любую точку Донецка Луганской области И доставлять Гуманитарный груз Или спасать людей Или эвакуировать И Силовайского И из Дебайсовских Котлов И мы это делали Профессионально Договариваясь По обе стороны конфликта То есть мы применяли Народную дипломатию То есть я мог договариваться С любимыми Вооруженными людьми По обе стороны конфликта Когда ты делаешь Что-то доброе Святое Бога угодное То есть ты понимаешь Что за тобой Стоит Всевышний И творец знает Что ни один волос У тебя с головы не упадет Когда ты будешь спасать Инвалида ребенка Или старика От которого отреклась страна Отреклись родственники Он единственный Брошенный на этой земле И только ты можешь Доставить его в больницу И отдать нашим Представителям социальных служб И чтобы они дальше Или готовили мир иной А таких брошенных Были десятки тысяч И иногда волонтерские группы Которых мы координировали Которые параллельно С нами работали Они были единственной инстанцией Для спасения таких людей Я искренне рад Что за эту деятельность Я пострадал Пережил 232 дня заключения И когда меня там обвиняют В измене родины Это вы изменники родины Которые отвернулись От детей От стариков От инвалидов Когда вы бросили Детей ВИЧ-инфицированных Сирот Макиявского Специализированного Детского дома И медсестру Которая от них Не отреклась Потом застрелили Которая носила им еду Которая собирала медикаменты Чтобы спасать этих детей Последний стих Евгения Александровича Евтушенко Знаменитого поэта Медсестра из Макеевки Написано Об этой женщине Людмиле Проховой Посмотрите Зрители Как работали люди Служители Бога Которые не отрекались От таких деток Которые Нужны В нашей стране Должны были В первую очередь Получается Тогда Некоторые военные Помогали вам А получается Именно администрации Военные Они хоть как-то Содействовали Во всем этом деле Ну Будет 6 лет Завтра Когда я привозил Андрея Вадимовича Макаревича Для меня было Очень важно Чтобы приехала Фигура Которая Привлечет Внимание Общественности Двух стран Чтобы решить Какие-то острые Задачи В частности Сбор гуманитарной Помощи Для внутренне Перемещенных лиц Мы выбрали Святогоровск Мы выбрали Андрея Вадимовича Потому что он Один из топовых Звезд Который не побоялся Приехать самостоятельно Без охраны Без водителей Без пресс-секретарей Все это чушь Которую рассказывали Он сказал Я принципиально Не буду выступать Перед вооруженными людьми Только перед детьми Мы собрали Три фуры Гуманитарной помощи И в Святогоровск Собрались Куча переселенцев От Славянска Артемовска И так далее И даже из Изюма Приехали люди И он выступил Перед детьми И главная его фраза была Дружить хорошо А воевать плохо Но его Использовали Как человека Который нарушил Какие-то там Законы Какие-то правила Как бы там Хотя человек Рискуя жизнью Приехал поддержать людей Которые в беде И нужде Так вот тогда И Харьковская Облгосадминистрация И Донецкая Бежали Чтобы нам помочь И мы говорим Мы сами Без Министерства Информационной политики Без ваших этих Руководителей Великих Мы сами справимся Мы сами Обеспечим безопасность Мы сами Соберем детей Мы сами Соберем СМИ Мы покажем Что этот вооруженный Конфликт Можно решить Мирным пультем И при помощи Народной дипломатии Дайте возможность Общественным сектором Людям Которые служили Людям Сесть за стол Переговоров И найти компромиссы Найти пути решения Мирного урегулирования Пусть идет идея Снизу От людей Которые знают Что такое Засыпать Каждый день По чудовищную музыку Смерти Которые понимают Что такое боль Страдания И принимают Эти страдания И боль Как свои собственные Вот этим людям Нужно дать слово Но к сожалению Таких площадок И таких журналистов В стране Крайне мало Чтобы дали возможность Высказаться А если ты имеешь Свою Отдельную точку зрения И действуешь Согласно сердцу По зову Своей души Тебя Вначале Высмеивают Или не замечают А потом Показательно уничтожают Такая вот участь Нас Общественных деятелей Украины А вот вы сказали Занародную дипломатию Мы недавно Своей группой Общественников Активистов Блогеров Выступили с инициативой Что мол Смотрите В трехсторонней Контактной группе По Минску От Украины Общество В рамках инициативы Ермака Пошли представлять Казанский Гармаш То есть те люди Которые постоянно Разжигали войну Ну и понятное дело Что они могут там Решить В рамках Мирного Мирного процесса Если Их ненавидят На той территории Неподконтрольной Их презирают Потому что они Все свое время Просто разжигали В рознь Оскорбляли Жителей Неподконтрольных Территорий Ну мы вышли с инициативой Мол Подождите Давайте вот Наш список Учредите В контактную группу И тогда Будет Хоть какой-то прогресс Тогда мы можем Публично показать Что там происходит Мы можем С учетом того Что у каждого из нас Хороший И там Очень раскрученный Ютуб канал Есть там Возможности На телеканале Показывать все это дело И это было бы нормально Когда мы Вот эти вот Кулуарные Все переговоры Которые много лет Уже ни к чему Не приводят По факту Показали бы Что там происходит Показали бы Кто блокирует Конкретно Вот эти мирные Инициативы Которые заложены В Минских соглашениях До сих пор Нет ответа До сих пор Кто-то там Что-то решает Хотя прошло уже Больше месяца С вашей точки зрения Какая вот сейчас Перспектива Народной дипломатии И нужна ли она Нынешняя власть Дмитрий Я С первого дня Конфликта Создал первую Инициативу Поддержки мира В мае 2014 года В Днепре Затем я поднял Буквы мир Самые большие Ноговерло Это был июнь 2014 года Затем С организацией Объединенных наций Мы сделали Флешмоб День мира Я организовал Марш мира на Хрещатике У нас более 50 инициатив За 6 лет конфликта Мы придумали Альтернативный план Под названием Народная дорога к миру Мы представили еще Предыдущие власти Мы отправили их Трем президентам Америки Украины И России Никто Нам не ответил Никому это на сегодняшний день Не интересно То есть люди Которые Активно участвовали При эвакуации Детей Стариков Инвалидов Которые Несколько Десятков тысяч Спасли Они вообще Никому не интересны Их идеи не интересны То есть люди Которые могут пройти Все блокпосты Со стороны Украины И со стороны Донецка И Луганска Ну так бывает Я в Конгрессии США Дайте мне Какого-то человека Который не боится Проехать в Донецк Меня никто не тронет Потому что я заслужил Своё уважение Делами Спасению Душ И тел Человеческих Мне дали Майкла Маргулиса Фонд Духовная дипломатия Он поехал Потому что он зрелый Не побоялся Я его привёл Центр Донецка Он пообщался С сиротами И стариками И увидел Что люди По обе стороны конфликта Страдают Боли и страдания Огромное количество Желание помочь Этим людям Мизерные Участие в их судьбе Мизерные И почему Это не происходит До сих пор Одному Богу известно Кому-то интересно Зарабатывать На войне Кому-то там Контрабанда Кому-то торговля Оружием Кому-то Торговля Детьми И так далее Это страшные вещи Но они присутствуют В любом вооружённом конфликте И это устраивает Я думаю Что нынешняя власть Может принять решение Подключить Людей Донбасса Которые Имеют Отличительную Точку зрения От всех Тех Которых вы назвали И которые знают Что происходило По обе стороны Конфликта На протяжении 6 лет И которые могут Предложить Другой план Который исходит От народа По мирному регулированию Я думаю Что нынешняя власть Может сдать нам Возможность Высказаться Собрать круглый стол И 21 сентября 2020 года День мира В этот день Можно инициировать То что будет Исходить От общественности От народа Дайте поддержку Мы всё сделаем Мы это умеем Мы показали это на деле Ну вернее так Главное чтобы не мешали Я так понимаю Или не мешайте Или закройте глаза Или дайте возможность Но не говорите Что это В сотрудничестве с вами Если вы боитесь И мы покажем вас Детей покалеченных войной Мы покажем всему миру Этих стариков Инвалидов Потому что Ни одно Информагентство мира Не хочет поддерживать Этих деток Они наши дети Я в 90-м году Написал гимн Чужих детей не бывает Использовали политику И ту фразу Многие Поэтому это наши дети И нет там Для добра и любви Блок по столу Там границ Этих названий Всяких там Республики Или что Для них есть Человеческая боль И участие Власти Или добрых людей Или крупного бизнеса В решении Конкретной задачи Конкретной семьи Или какого-то Конкретного ребёнка Или брошенного старика Если брать конфликт На Донбассе Вот Был Порошенко Сейчас Зеленский Что поменялось? Активных действий Я не замечаю Если коротко говорить Я не люблю критиковать власть Я люблю Моя критика Это сделать работу Лучше, чем власть имущие Лучше, чем деньги имущие Более быть эффективным То есть не можете Вы найти Общественника Который Договорится Чтобы остановили огонь И создать гуманитарный конвой Чтобы вывезти людей Ну не можете Вы найти деньги На автобусы На грузовые машины Чтобы погрузить Людей И вытащить Спасти человеческие жизни Мы это делали сами Мешали, не мешали Критиковали Не замечали Высмеивали нас Это вообще не важно Когда ты делаешь Какое-то дело Согласовал Со своим внутренним миром И ты понимаешь Что ты не один У тебя есть поддержка неба А ты получил Благословение небес И ты идешь И делаешь эту работу Да Могут тебя семья Не поддержать Друзья Знакомые Сказать Что это На грани Злить за гранью Вообще Понимание Но ты идешь На этот риск Осознанно Потому что За каждым этим риском Спасенные души И это важно И нам не важно Какая власть Нам важна Наша деятельность И во имя Служения людей Можно идти И рисковать И жизнью И свободой И ничего страшного Потерпели мы Посидели в этих За стенках Это иногда Очищает А иногда Наполняет Тебя силой И правильной Энергией Поэтому спасибо Петру Алексеевичу За то что посидел 232 дня Поголодал Впервые в жизни И понял Где есть дружба Где есть Приятельские отношения И где есть человек Который может стать Сказать Я с тобой до конца А вот Конкретно В четверг 12.00 Собираются люди Под офисом президента Для того чтобы Поддержать его В мирных инициативах И чтобы Поскорее Выполнялись Минские Заглашения И Либо в минских Соглашениях Либо не в минских Но чтобы процесс Мира на Донбассе Максимально ускорить Вы Присоединитесь К этому Скажем так Масштабному мероприятию Которое будет проходить По всем городам Украины А конкретно В Киеве Под офисом президента Я никогда не участвовал В никаких акциях Никогда Если прийти поболтать Посоревноваться В слове сами Это не для меня Дело Конкретное сделать Вот попоручат Мне Сделай вот это дело Я сделаю Блестяк Общественная поддержка Это тоже очень важно Поддержка людей Которые Если это мирная инициатива Наши волонтеры Придут однозначно Потому что Все что касается Мирного урегулирования Конфликта Наши волонтеры Наши общественные деятели Активисты Всегда на передовой Понимаете Я координировал движение Я старался Не проявляться Чтобы меня Грубо говоря Который Иногда Управлял Этой машиной Понимая Что государственная Власть И представители Бизнеса Будут Своими телеканалами Снимать Каких-то Ребят Которых Назначили Волонтерами Или активистами И будут показывать Или имитация Какой-то Бурной деятельности Мы не для этого Мы реально Конкретно Старались решать Острые социальные вопросы Которые были На линии огня Мы старались Прийти Покричать Что-то Поговорить Это точно Не для меня Лично Я не хочу Нету Ни у одного Президента Ни у одного Олигарха Пульта управления Тимофея Нагорным Мною нельзя Манипулировать Мною нельзя Управлять Со мной можно договориться Со мной можно сотрудничать Можно сказать Давай Поднимем людей Которых Вы знаете Которых мы знаем Которые реально Решали Задачи По спасению людей Давайте придумаем Вместе План мирного регулирования Чтоб нам не политики Придумывали Украины Россия Европа Америки А люди Придумывали Вы выходили с такими Инициативами Офис президента Уже Зеленского Я приходил Офис президента И предлагал Разные Инициативы У нас за 29 лет Независимости Украина звучит Только в негативном ключе Мировом пространстве Информационном Мы предложили Как можно сделать Сразу И очень быстро Чтобы продвинуть Украину К позитивном ключе Как можно сделать Что-то Масштабное Планетарного уровня И сразу На всех континентах Заговорят О нашей прекрасной Процветающей Самодостаточной стране Как объединить людей Как дать Общую цель Для всех украинцев Независимость От территории Проживания Социального Статуса Пола Возраста Наша идея Плечом к плечу Она была поддержана Сотнями уже Организаций Общественной Но никому Не интересно Это пока Может это кто-то Из представителей власти Увидит вашу передачу И ему расскажет Ну давайте посмотрим Что это за Идея Понятно Предлагали ли вам Уехать на обмен Тогда было просто модно Всех загонять На обмен пленными Так называемый И мне очень часто Предлагали Что Будешь как раз На свободе И так далее Мне предлагали Стать порохоботом Подписать угоды Ой боже Что только не предлагали Причем разные люди В разных местах Даже в самом страшном месте Какие как-то появлялись люди Которые с разными предложениями Причем говорили Что меня там кто-то изучил Что я там сломаю Через неделю Через две Что будет больно Мы Стойкие ребята Мы мужественно Можем переносить боль Мы к этому были готовы Я к этому готовился Я понимал Что иногда Ты должен пострадать За свои убеждения За свои ценности И для меня Была Честь Что я Спасал людей Я эвакуировал Я участвовал В маршах мира Я создал марш мира На Хречатике После того Как я вышел И был задержан Российской Федерацией На марше мира То есть я сразу 4 октября Был В первом ряду На Хречатике Я за мирные Инициативы Я понимаю Что путь мира Это поиск компромиссов Это признание ошибок Ошибки были По обе стороны Это Поиск диалога Нужно разговаривать И не политикам только разговаривать Назначенным А народу Людям И они по обе стороны есть И они готовы сесть Найдите точку Мы приедем Мы покажем Что есть люди Которые здравомыслящие Которые понимают Что есть территория Бога И забирать жизнь Может только Всевышний Что не нужно стрелять Друг в друга И допускать даже это Что любую цель Политическую Можно достичь без насилия Вы планируете развивать Общественную организацию Плич-оплич И Как вы планируете В принципе Дальше общественную деятельность И планируете ли вообще Я планирую Помогать людям Ко мне вот обратился Инвалид войны Николай Нижниковский В день независимости Украины В 2015 году Он потерял младшего брата Потерял две ноги И правую руку Не нашлись Власть имущие Или деньги имущие Которые подставили бы ему Своё плечо И помогли Пройти Лечение Реабилитацию И протезирование Через волонтёров Через канадских хирургов Он был отправлен в Канаду Джастина Трудо Премьер-министр Канады Нашлось время Встретиться с Колей Нижнекомским В парламенте Канады Нашлась возможность Поаплодировать ему стоя Нашли деньги Чтобы снять документальный фильм И плакала вся Канада И звёзды НХЛ Звёзды эстрады Приходили к нему в палату Пётр Алексеевич Порошенко Пообещал лично При губернаторе Когда с истребителя Приземлился в Запорожье Взять под свой контроль Вот за это я его критиковал Когда ты дал слово Помочь Покалеченному войной Не отрекайся от него Это ребёнок Который покалечился В день независимости Украины В нашу сакральную дату Нельзя такими словами бросаться Кулеба, который сейчас детский абдустмен И при Зеленском Он был и про Порошенко Я приводил Колю Нижниковскому И Марина Порошенко сидела у Кулеба Мы несколько часов ждали Мы думали, что Возьмут такие Наши главные люди в стране Под личный контроль Мальчика, который Знаковый для Донбасса И для Украины Но до сих пор В течение пяти лет На этого ребёнка Никто не может обратить даже внимание Крупный бизнес Аморальный 432 депутанта Никто не ответил На наши письма Чтобы они приняли участие В многострадальной судьбе И в спортивной карьере Николая Нижниковского Мы привезли День парламентаризма 30 июня На коляске Колю к парламенту Даже полиция разрешила Подвезти его Чтоб народные избранники Увидели этого Убегали они все И про Кремлёвский И про Американский От него Единственный Жан Белинюк Сказал Я подойду Я сфотографируюсь Я пожму руку И если нужно Моё участие в его судьбе Всем чем могу Я помогу Третьякова Галина Которая возглавляет Комитет по социальной политике Использовала мальчика Вышла Сфотографировалась Наговорила Такие громкие Красивые слова Но до сих пор Не собрался Ни комитет Ни партнёры комитета Ни другие комитеты Которых она хотела Подключить И прошло уже Полтора месяца И мы понимаем Что никто Встречаться не будет Помощи ждать От них Не стоит И 30 июля В день дружбы Николай Нижниковский Показал Что у него есть характер Что у него есть Уверенность в себе Он впервые Ребёнок Без двух ног Переплыл в Днепр 25 телеканалов Украины Включая КРТ Освещали это событие Я благодарен Журналистам Что показали Что есть такой ребёнок Который мечтает Стать Паралимпийским чемпионом И прославить Всю Украину Который не взял И не принял Гражданство Канады А приехал в Украину И мы привлечём Внимание И будем привлекать И в день Шахтёра 30 августа Мы надеемся Что он Улучшит свой результат Вдвое И проплывёт Километр Он за 13 минут Переплыл в Днепр Я горжусь им И горжусь Что он стал При моём участии Рекордсменом Украины И вот таких детей Я всегда буду поддерживать И не важно Буду я там Лидером общественного движения Плечом к плечу Или волонтёром Активистом Общественной деятельностью Важно Что я жив И что я не могу Отворачиваться От детской боли А вот Следующий вопрос Вот у нас Как мы знаем В 14-15 году Вот такое Волонтёрское движение Прям возродилось И Очень активно Особенно Провластные структуры Использовали Это всё дело И очень много Волонтёров Тогда обогатились Попокупали себе Машины Квартиры И так далее И Очень сложно Сейчас разобраться Кто из них Кто Кто реально помогал А кто просто Наживался на этом Воровал И Злоупотреблял Собственно Теми ресурсами Которые попадали От доверчивых граждан Ему в руки И Вот Опять же Тогда Властью использовали Все эти Так называемые Волонтёры Они Под лейблом Парахаботы И сейчас Существуют И сейчас Рассказывают Как надо Украину любить Правильно Как вы считаете Может ли быть Возрождение В принципе Волонтёрского движения В Украине Когда его так Дискредитировали Все возможные Парахаботы Мы начали Инициировать Волонтёрское движение В нулевых Я встретился С президентом Кучмой Мы сидели У него на офисе На Шелковичной Я ему рассказывал Про сообщество Горизонтальных связей Очень тепло Поговорили Ему было интересно Что я служил На космодроме Байконур И был Участником Запуска Ракетоносителя Энергия И посадки Эрбитального корабля Буран Что МРИЯ Была создана Для этого проекта И что я летал За на штурвале И гордился Что украинцы Могли создать Такой невероятный Самый мощный Самый большой Транспортный самолёт Волонтёрское движение Кучма Не поддержал Хотя Выслушал Затем я пошёл К Ющенко Предложил Выслушали Не поддержали Затем Янукович Выслушал Не поддержал Все понимали Что в партии В церкви У государств Есть иерархия Волонтёрское движение Лидер выявляется В процессе Совместной деятельности На определённый Отрезок времени И он помогает Тем Кому считает нужен И по зову Своего сердца Старикам Инвалидам Тяжело больным Спортсменам Заключённым Это его воля Это его желание И никто им не управляет Мы поняли Что никому Это не интересно Со стороны власти Мы предложили Крупному бизнесу Такой же игнор Тогда мы начали Использовать звёзд Вот первый Кстати поддержал Если вы посмотрите Ролик Тимофей Нагорный Звёзды волонтёров В ютубе Первый поддержал Владимир Александрович Зеленский Ну и Кузьма Скрябин Руслана Лыжечка Потап Тина Кароль Андрей Шева И так далее То есть Был всплеск Волонтёрского движения Наверное В 2010 году А это потом Уже начали использовать Волонтёров Это потом Они уже дискредитировали Но я преклоняюсь Перед теми Волонтёрами Которые ездили В детские дома В колонии Дельные совершеннолетних И служили детям Служили старикам В домах престарелых И помогали людям Которые в нужде И беде Да 95% волонтёров Начиная с 2014 года Помогали вооружённым людям Военным Мы их не осуждаем Это их выбор Но тем не менее Где-то 5% Спасали людей Эвакуировали И помогали Инвалидам и старикам Вот мы были Из этих 5% Да Нас было мало Мы были эффективны И мы Могли Работать на результат И для нас Был результат Это спасение Человеческой жизни Понятно Ну то есть Вы полагаете Что после такой Дискредитации Всё равно Будет у нас Волонтёрское движение В Украине Только я так понимаю Видоизменившись немножко Или уже просто Упор перейдёт С вооружённых людей На невооружённых Я вам просто хочу сказать Что потребность Делать доброе дело Есть в каждом Для меня было Очень важно Вовлечь Разных людей С разных профессий С разными убеждениями У нас волонтёрами были И сотрудники прокуратуры И сотрудники СБУ Налоговые И криминальные авторитеты И Павии Я когда-то взял блудниц И повёз в детский дом И они больше послужили Чем священнослужители Или которые играют в святость То есть у каждого Есть потребность Сделать что-то Богоугодное Чистое Светлое Доброе И эта потребность Будет постоянная То есть каждый хочет Себя очистить Мы все не безгрешны Но когда ты совершаешь Какой-то добрый поступок Ты себя очищаешь И когда ты спасаешь людей И идёшь на определённые риски Творец всё это видит И потом тебя благословляет Так вот как это будет называться Волонтёрство Добровольство Это не важно Важно, чтобы ты понимал Одну фразу Из четырёх слов Вера без дел мертва Нужно соревноваться В добрых делах И это соревнование Должно быть У крупного бизнеса У министра У депутатов Хватит соревноваться С лавесами Хватит этих артистов Разговорного жанра Пускать на телеканалы И они будут вешать нам Лапшу на уши Манипулировать нами И пытаться управлять Давайте решать Острые социальные задачи Давайте поддерживать Инновации Давайте творческих людей Которые гиперактивные Которые понимают Как сделать быстро Украину процветающей Самодостаточной И сильной Привлекать К сотрудничеству А не ломать их Или бросать В тюрьмы Или в следственные изоляторы Таких людей предостаточно Хорошо А вот Есть у нас конфликт На Донбассе Как его решить С вашей точки зрения Максимально быстро Первый шаг Это Главный шаг Это народная дорога к миру Нужно сесть за стол Переговоров Ни политикам Ни министрам Ни депутатам Ни олигархам Людям Людям Которые спасали людей Которые имеют авторитет По обе стороны конфликта Это первый шаг Если мы готовы На этот первый шаг Тогда все остальное Уже не важно Но это же не те люди Которые принимают решения Эти люди могут повлиять На принятие решения Это намного важнее Если есть народная поддержка И присутствие Общественных деятелей Как вы назовете Активистов Волонтеров Моральных авторитетов Нации Лидеров общественного мнения Не важно Люди которые не помогали Стрелять Убивать Уничтожать Грабить Насиловать Вот этих людей Не нужно Садить за стол Переговоров А те которые спасали Люди Эвакуировали Людей Помогали Страждающим Вот этих нужно Посадить За стол Переговоров И они Напишут вам Историю По мирному Урегулированию Я в них верю Потому что Когда я набираю Человека Который находится По ту сторону Территории Говорю Мне нужно Спасти этого инвалида Или там Вот такая Душераздержающая история Он говорит Все Медикаменты Все Молоком Хлеб Все есть Все Поехали Он не спрашивает Какая у тебя позиция Про украинское Или про донецкое Или про российское Или про американское Человечности нет там Его мало И вот тех людей Которые проявляли Человечность Их нужно посадить вместе Это первый шаг И если этого не будет Первого шага Не будет благословения Потому что нужно Получить мандат неба Мы допустили Потому что мира нет В сердцах украинцев Мы допустили этот конфликт Мы начали стрелять Друг в друга Мы каждый виноват Вот мы каждый Как говорит наш президент Президент Вот мы должны Каждый принять решение Смягчить эти злые Сердца этих людей Которые готовы Убивать там Брата, сестру Или отрекаться От брата и сестры Ага А вот как вы относитесь К развитию бизнеса В Украине Вот вы сказали Что вот есть Гиперактивные люди Их достаточно много Им нужно дать возможность А как это сделать Если у нас Например Просто денег Дать правительство Не может Обеспечить дешевые кредиты Чтобы было Хотя бы на уровне С европейскими компаниями За это платить копейки В Малайзии И Южной Кореи И тех успешных стран Которые внедряли Какие-то Правильные Системные решения Да, нам нужна Политическая реформа Да, нам нужна Реформа в банковской сфере Да, нам налоговая Система Нуждается в реформировании Но если есть в стране Интеллектуальный потенциал Есть инновации И скорость их внедрения То мы можем Реорганизовать Старопромышленные территории Мы можем полностью Реорганизовать Инфраструктуру Начать то великое Мощное строительство Если будут инновации У нас невероятный Интеллектуальный потенциал Одного КПИ Хватит, чтобы послушать Этих студентов И их стартапы Понимать, что Их нужно оставить Вовлечь В реформы И это новая энергия Которая будет исходить От этих студентов Которая реально Мощь нашей страны Я был директором По развитию Большой интернет-компании Я понимаю, что Только IT-отрасль В Украине Может дать Невероятный толчок Но дайте Правильные налоги Правильную Систему договоренности И правила игры Поменяйте Хватит грабить У нас только бюджет Киева 55 миллиардов гривен В тени Говорят Страна в тени Зарплаты в конвертах И инновации Не хотят применяться Поэтому те мудрые Головы Которые какой-то Создает продукт Который может Реализован быть в Украине Они его продают В Америке Европе Или Китаю И вот если Инновации будут Применяться в Украине И мы будем использовать Невероятный потенциал Молодежи Которая может Создавать Мощнейшие стартапы Которые могут Быть реализованы Здесь Эти люди Которые При бизнесе При власти Наш олигархат Они боятся Больше всего Вот этих ребятишек Спасибо Вот сейчас Время нашей программы Подошло к концу Спасибо вам Что посетили Нашу программу Благодарю вас За прекрасное интервью С нами был Тимофей Нагорный Бизнесмен Общественный деятель Это была программа Без протокола С вами был я Ее ведущий Дмитрий Василец До скорого Дмитрий Василов